Как и обещал, друзья, в этом видео покажу вам, как меня опрокинули на Алиэкспресс при покупке зарядной станции. 600 ватт часов, 600 ватт мощности, быстрая доставка, хорошая цена, вежливый продавец. Вроде все складывается красиво, станция действительно приезжает быстро, начинаю тестировать, и тут понимаю, что все далеко не так гладко. Реальные характеристики сильно отличаются от заявленных. Я готовлю все доказательства, открываю спор на Алиэкспресс, спор проигрываю. Алиэкспресс покрывает данного продавца и покрывает других мошенников, которые занимаются такими продажами пауэрбанков и зарядных станций. Продавцы пользуются тем, что мы не можем отправить обратно товар, потому что почтовые службы отказываются отправлять аккумуляторы, пытаются вернуть тогда нам часть денег, а мы хотим вернуть полностью, а зачастую даже и этого не получается сделать. Вот эти мошенники и пользуются на Алиэкспресс, продают вот такие вот станции. Данная станция не совсем дно, есть гораздо хуже, но здесь также характеристики на 50% меньше. Я провел все тесты, покажу вам данного продавца, дам пару советов, как действовать в подобных ситуациях. Подключал я и лампочку 100-ваттную, покажу сколько она светила, тестировал USB, реальную емкость, сделал разборку. Видео будет интересным, полезным, доставайте чай, наливайте печенье. Все будем сейчас с вами смотреть, краткий обзор, поехали. Что по комплекту идет с этой станцией? Да кроме двух зарядных блоков больше ничего и нет. Хорошо хоть два, первые партии комплектовались одной зарядкой, а соответственно и заряд длился в два раза дольше. О времени я расскажу позже. Станция выглядит не ужасно, конечно, корпус металлический, прочный, крепкий, окрашен. С передней части большой цветной дисплей, два LED фонаря, два USB-A и два USB Type-C, две универсальные розетки, четыре кнопки с подсветкой, разъем прикуривателя с крышкой и два входных порта для зарядки. Сверху ручка, подвижная, прочная, не отрывается. Вес устройства около 7 килограммов, из которых, конечно, половину весит корпус. Чемодан стандартный, в него, в зависимости от емкости, просто добавляют аккумуляторы. Управление простое. Включаем правой кнопкой станцию, загорается дисплей. На нем отображается вольтаж батареи, заряд в процентах, это из важного. Розетка прикуривателя активная всегда. Для включения USB-инвертора жмем соответствующие кнопки. Для фонарика есть также отдельное. Тест USB. У продавца на странице о них ни слова не сказано. И это может быть моя первая ошибка. Нужно внимательно изучать описание, ибо потом вы доказать ничего не сможете. Описание по вольтажу, току и в целом протоколах обязательно должно присутствовать на странице в магазине. Если этого нет, значит продавец хитрец. Хорошо, посмотрим, что они могут. Подключил я тестер в USB-A. Просканировал. Power Delivery протокола нет, но есть QCI. Хотя бы можно вытащить 18 Вт. Подключил я нагрузку 12 Вольт 1,5 Ампера. Взял. Нагрузил еще больше. И таки да, хотя бы здесь неплохо почти 30 Вт удалось выжать. Хорошо, сканируем теперь Type-C порты. Смотрим данные на тестер. Здесь печальненько. QCI нет вообще поддержки. Есть Power Delivery до 15 Вт. Проверил нагрузкой. Тащит, конечно, больше даже 20 Вт. Это не 100 и не 65, что вполне нормально для современных станций. И мы такую тестировали, допустим, от Energizer. Но в целом сойдет. Быстрая зарядка присутствует, и на том спасибо. Могли бы вообще оставить 5 Вольт 2 Ампера и до свидания. Тест разъема прикуривателем. Здесь тоже ноль информации по нему. Обычно такие разъемы выдают 12 Вольт 10 Ампер, то есть где-то 120 Вт мощности. Подключил тестер мощнее. Нагрузил до 150 Вт. Дальше стало просто страшно, ибо тестер всего у нас на 180. Дал поработать немного. Но выдает, работает нормально. Ничего не сгорело. Что там по защите, сказать не могу. С этим понятно. Если нужно будет подключать какие-то устройства с разъемом прикуривателя, то делать это можно. Выдает параметры. Тест инвертором. Как я говорил в начале видео, у меня модель 600 Вт мощности должна быть. Тестируем самым простым способом. Будем подключать лампы накаливания. Каждая 100 Вт. 6 Вт у меня нет, поэтому последнюю подключим на 60 Вт, большую светодиодную. Начинаем. Запускаем инвертор, вкручиваем подчередно лампы. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую. И если честно, я думал уже на третьей отрубится. Но нет. 5 ламп тащит. Уже моща почти у нас получается 500 Вт. Ну что ж, будем вкручивать еще одну на 60. Работает. Все лампы светят стабильно. В идеале при такой нагрузке и заявленной емкости аккумуляторов, они конечно должны светить около 1 часа. Но здесь вот начинается самое интересное. Тест реальной емкости. Заявлено у меня 600 Вт часов, есть прям скрин заказов, все дела. Позже продавец удалил такую модель из магазина, понаписал в других циферах, другие какие-то параметры. В общем, я на 100% зарядил станцию, в прикуриватель подключил нагрузку и дал 100 Вт. Посмотрим, сколько ж в итоге можем получить на тестере отданной энергии. Через 3 часа и 20 минут станция отрубилась на 0%. На экране тестера четко видим нужные нам циферки энергии 310 Вт часов. А это, друзья, в два раза меньше заявленной емкости. В два раза петушок китайский. Я после этого открыл спор на Алиэкспресс, приложил еще ряд других тестов. И все равно Али стала на сторону продавца, так как он начал рассказывать, что станция имеет защиту, отключается, когда не полностью разряжена, что нужно еще раскачивать аккумуляторы и так далее. Может быть там где-то еще, конечно, получится наскрести там 5-10%, но это не 50, это тупо развод. Хорошо, может тестер что-то соврал очень сильно. Я еще раз, 4 раза зарядил, разрядил станцию. Это для тех, кто скажет, надо раскачать аккумуляторы. В сумме получилось 5 раз полных циклов заряд-разряд. Убираем тестер, подключаем обычную лампу накаливания 100 Вт, ставим часы, время у нас 19.50, начало теста. Станция залита на 100% и поехали. 23.06, напряжение на батарее упало до 9 Вольт почти и станция отрубилась. Итого, мы получаем 3 часа 16 минут, что в пересчете на Ватт-часы это те же самые 310 Ватт-часов, которые были на тестере. В общем, без сомнения, никаких 600 Ватт-часов тут не было и быть не может. За сколько же станция заряжается с 0 до 100? На утро после теста разряда лампа я подключил комплектные адаптеры. Они с активным охлаждением, шумят, кстати, при работе, горят во время зарядки красным индикатором, и после окончания загорается зеленый свет, причем происходит это поочередно. Старт был у нас в 9.00, полностью отключились блоки в 14.50, то есть полная зарядка заняла примерно 5 часов 50 минут. LED-фонарики. Их здесь два. Светят они, конечно, неплохо, яркости хватит, мощность примерно 3 Ватта. При полной зарядке хватит на 100 часов непрерывной работы. Хорошо, есть два режима работы, обычный и мигающий. Осветить, подсветить вполне хватит. Стационарно, конечно, так как ходить 7-килограммом и фонарем по дому, это еще то удовольствие. Разборка. Ну что, вскрыл, друзья, посмотрел на внутренности. Тип этот, конечно, постарался. Аккумулятор везде у него разное устанавливается. У меня пластины, немного видно маркировку. В магазине нарисованы, конечно, вообще другие, но это особо ничего и не значит, и спор я тоже проиграл, не повлияло. Должен быть литий-железо-фосфат, которые живут 3000 циклов, примерно 10 лет. Что здесь, вот я не понимаю, разобрать сложно. Все склеил, сделал кучу проставок, вставок, уплотнителя, хотя по факту в 600 Ватт часов тут должен быть весь корпус под завязку, забит акумами. Платы, конечно, не самые паскудные, да и корпус тоже в целом хороший. По маркировкам из видео можете погуглить, или кто разбирается лучше, дайте комментарии под видео, будет интересно почитать. Так, ребят, еще один из важных тестов, проверим, чистая ли здесь синусоида. Будем проверять под нагрузкой. Включаем наш осциллограф, запускаем станцию, включаем лампочки и розетки. Инвертор включился, лампы загорелись, и что мы видим на экранчике, так называемую чистую синусоиду на графике. Хотя бы в этом тоже хорошо, потому что большинство приборов требует именно чистую синусоиду, сбережет ваше устройство. Так что в целом с этим делом все в порядке. Давайте, ребят, немножко поговорим, подведем итоги по этой станции. И вообще в целом, что творится на Алиэкспресс? Очень много продавцов появилось недобросовестных. В одно время Алиэкспресс очистился от нечисти всякой, порядка, наверное, 95% было уже нормальных продавцов. Там можно было как-то придираться за коробку, за какой-то реальный брак от даже топ-брендов, то сейчас эти проценты очень сильно упали. Порядка 60% адекватных, и вот 40, по крайней мере, с павербанками, зарядными станциями, инверторами, пытаются обмануть нас, сделать, и вот, собственно говоря, на это стоит обращать внимание. Обязательно при выборе товара смотрите все характеристики, чтобы были в магазине. Если у этой станции есть 4 USB, они должны быть расписаны у продавца на странице. Если этого нет, просите сделать, чтобы потом как-то можно было доказать свою правоту. Если здесь есть две розетки, они должны быть указаны, сколько они выдают. Если внутри есть аккумуляторы, просите продавца, чтобы он вам прислал фотографии этих аккумуляторов, которые внутри установлены. Спросите там дату изготовления этих аккумуляторов. Он все это может сделать. Даже если он какой-то менеджер, они заинтересованы в продажах, они сделают это. Если нет, тогда просто ищите другой магазин. Смотрите обязательно отзывы. Но опять же, хочу ссылаться на то, что отзывы не всегда получается адекватно считать. Потому что вот, пример, эту же станцию человек купил 2 кВт, пишет, что в ней нет 2 кВт, но порядка 1000, она все тянет, и он ставит ему 4 звезды. Нет, друзья, нет, одна звезда, это максимум, что вы можете ему поставить. Если вы приобретаете 2 кВт, вы должны получить станцию, которая будет давать 2 кВт. если в ней 600 Вт часов, даже с учетом погрешности, КПД и всего прочего, она должна хотя бы 500 Вт часов выдавать, но не 300, как в моем случае. Это тупо развод, это вообще неправильно. И деньги вернуть у вас не получится, если опять же, у вас на снапшоте, на скриншоте вашего заказа, не будут указаны параметры, продавец этим может играться, хотя даже есть случаи, что и были указаны правильные параметры, но потом продавец начинает закрашивать их, просто предъявляя это команде разбора на Алиэкспресс в спорах. Очень сложно сейчас с этим всем делом и такое ощущение, что Алиэкспресс просто покрывает этих всех мошенников. У магазинов по 70 баллов, которые продают пауэрбанки, и они продолжают существовать, продолжают продавать пали, и это все вообще работает нормально. Алиэкспресс даже в апелляции говорит, мы не можем принять ваши доказательства и так далее. Очень все сложно. Ко мне сейчас обратился еще один из подписчиков, который также приобрел данную станцию, в 600 ватт-часов, в 600 ватт мощности, и говорит, очень разочаровался, помоги как-нибудь. Опять же, доказать правоту сложно, потому что у него требуют тесты с профессионального тестера, сам тестер стоит 50 долларов, там еще вот этот чистую синусоиду, который измеряет прибор осциллограф, он тоже стоит немалых денег. Поэтому обычному человеку, который это купил, сложно что-то доказать. Постараюсь ему отправить скриншоты какие-то, возможно, запишу видео, чтобы было проще выиграть спор, хотя это вообще не особо может сыграть на руку. Даже вы видите, все здесь, как я разобрал, станция на самом деле не самая ужасная. Да, USB работают, есть здесь 600 ватт, мы подключали лампы, но вот из самых огромных минусов, что здесь нет тех самых 600 ватт-часов. И в целом, фотографии продавца отличаются от того, что я получил. Одна звезда, он заслужил, отзывы я написал, вы можете почитать другие отзывы, которые я осуждаю, потому что люди опять же ставят то 4 звезды, то 3 звезды, ну, немножко отличается. Ты, ребята, вы купили 2 киловатта, 1000 получил, что отличается? Реально, это вообще трэш, это нужно просто осуждать этих продавцов, ставить им максимум 1 звезду, и тем самым, они пытаются еще сделать так, чтобы вы отправляли товар обратно, в спорах. Но товар отправить сейчас очень проблематично, ни одна из транспортных компаний не принимает товары, которые содержат аккумуляторные батареи. Этим тоже пользуются эти ушлые китайцы, и вот такая вот история получается. Если вам нужна данная станция, после обзора вы можете ее приобрести в 600 ватт мощности и 300 ватт часов в нашем инстаграме buildstore.ua вот такие честные параметры с огромной скидкой, цена будет указана в описании по ссылочке. Заглядывайте, смотрите, там сотни разных товаров. Мы и дальше будем тестировать различные устройства с Китая. Не только плейлист на все вот эти станции, которые я протестировал, также в описании находятся. Будут появляться еще версии, в том числе и топовые. Следите за каналом, ставьте лайк, если видео хоть немножко было для вас полезно. Не прощаюсь, берегите себя и увидимся тогда очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok